Всем привет! Сегодня хочу прогуляться с вами по саду, сделать упор на те хвойные, которые я вам еще не показывала. У меня остались сосны, сейчас некоторые очень красивые, зима, тисы. И хочу показать вам, как нарядила свой новогодний кипарис. У нас на юге обещают похолодание, по прогнозам, послезавтра будет заморозок. И температура будет опускаться до минус 9-10 градусов, если верить прогнозу. Поэтому сейчас после видео быстро буду закрывать свои теплолюбивые растения. Видите, как цветет морозник? Сисик, отходи. Такая прелесть, жалко, конечно. Сейчас такой мороз ударит, как он его перенесет. Но будем надеяться, что все будет хорошо. Вот в этой моей партерной зоне, возле перголы, теперь растет моя сосна гринтауэр. Колоновидная сосна, растет медленно. Прирост годовой сосны, вот он, около 4 сантиметров. Небольшой прирост, но очень красивая, растет таким столбиком. Очень насыщенная, красивая зеленая хвоя. Пересадила ее в эту зону, чтобы она у меня здесь была такой красивой колонной. Опять-таки, к Новому году будет очень красиво и нарядно дополнять мою перголу и эту зону. Красота. Дождик срывается. И опять-таки, будет слегка притенять в обеденное наше летнее солнце мой японский клён. Снимаю вам, ребята, видео. Думала, дождик начинается. А смотрю, это что-то типа снега, какая-то крупа. Такая, можно сказать, почти снег для юга. Так что разделяю с вами впечатления от первого снега. Я уже писала и в инстаграме. Кто смотрит канал, наверное, понял, снег не люблю. Очень люблю на него посмотреть с экрана телевизора, но в своем южном саду нет. Вот подошла ко второй моей. Вот просто я эту сосну обожаю. Это Карстен Винтерголд. Она у меня на штамбе. Штамб, наверное, около 60 сантиметров. Посмотрите, какого цвета у нее сейчас расцветка. Она настолько яркая. Вот благодаря этой сосне у меня, наверное, любовь к соснам просто стала неимоверная. Раньше я была, можно сказать, равнодушна к этим растениям. Но сосна Карстен Винтерголд, конечно, просто космос. Очень красивая. Посадила я ее в прошлом году весной. Приросты ее сезонные. Вот, видите? Ну, наверное, это же сантиметра 4. Какая яркая. Единственное, летом, конечно, она зеленого цвета стоит. Но есть в этом тоже свой плюс. Должна быть какая-то смена сезонов. Вот если туи зимой стоят некрасивые буры, то сосна, наоборот, такая яркая. А летом берут на себя акценты титуи. Они ярко-ярко-зеленого цвета. И все это очень красиво смотрится. Это сосна у меня растет в такой японской зоне. Здесь нандинка у меня, которую я буду сейчас укрывать. Так как посадила осенью, первая ее будет зимовочка. Также в этой зоне у меня растут осоки. Такая красота. Вот такая красавица сосна. Ствол со временем у нее будет утолщаться. Она будет разрастаться, я думаю, до полутора метров точно, наверное, вырастет этот зонтик. Яркая, нарядная, красивая очень. Просто изюминка зимнего сада. Буду делать некоторые отступления. Так как обещают снег, если все закроют, не успею вам показать. Вот это моя карликовая лагерстремия. Видите, закрыла я ее, показывала уже вот этой евроизоляцией или как для труб. И чтобы она проветривалась, вот так вставила камушки. А снег увеличивается. Прямо уже видно, как отскакивают от земли крупинки. И вот подошла потихонечку. Хочу показать вам кипарис аризонский в качестве новогоднего дерева в моем саду. Сделаю вам вставочки, как мы украшали его. Как он светится ночью. Это очень красиво. Вот здесь у меня такой волшебный ларец. С такими красивыми игрушками. Вот эти, кстати, стеклянные. Но в прошлом году уже вешала на кипарис. И они нормально так вообще не растрепало их ветром. В этом году я решила, такой будет золото с белым. Оттенки золота. Вот такой красивый наборчик. Кстати, очень даже бюджетный. Цена у него 159 рублей. Я покупала его. Вот такие красивые завертушки. По поводу гирлянды. Не знаю, насколько актуальна. Так как все это дело настолько дорогое. Все эти мигалки, гирлянды. И очень ощутимо бьет по карману. Вот мне попалась такая гирлянда в разделе уличные. Она, видите, как сделана. Залито. Написано на коробочке уличное. Ну вот проверим. Вот блочок от нее. Но самое главное, что она очень тонкая и очень легкая. То есть у кипариса довольно тоненькие веточки. И я не хотела, чтобы вот эти тяжелые уличные гирлянды, чтобы они отвисали или там поломали мне эти ветки. Эта гирлянда, кстати, будет еще и стягивать его от снега. Если снег все-таки выпадет. Я взяла разноцветную, так как все у меня в желтом цвете оформлено в саду. И мне захотелось все-таки новогоднее дерево немножечко выделить. Сделать такой более детский, более праздничный уклон. Что еще решила использовать? Вот у меня были, может, миллион лет вот таким вот листиком. Так как это сад. Много лет он у меня елку украшал в доме. Но в этом году решила его выделить для кипариса. Для украшения сада. Еще вот такая вот веточка, такой волшебный букет. Я ее хочу разделить. Вот разрежу. И вот эти веточки тоже буду ими декорировать. Должно быть красиво. Вот она настолько вся усыпана блестками. Очень красиво смотрится. Это тоже из разряда 2 миллиона лет этим веточкам. Но я думаю, в саду будет смотреться очень даже симпатично. Это серебро у нас. Еще вот такие вот. Будем считать растительные, но в то же время золотые. Красивые метелочки, такой декор. Тоже будем его использовать. Видите, какая у меня гамма получается. Еще у меня 2 вот таких вот пуанцетти. Уже даже кое-где блестки с них осыпались. Но в уличном оформлении, я думаю, будет очень элегантно и красиво смотреться. Вот их у меня 2. Также что у меня еще есть? Вот такая красивая, очень золотая веточка. Очень красиво смотрится. Тоже будем ее использовать. Тоже, кстати, веточки, наверное, уже около 10 лет. Очень качественно была усыпана блестками. Все на ней прекрасно держится. Так вот мы все сейчас разложим. Так, и еще у меня есть вот такое же красивое золотое перышко. Вот так оно будет сказочно смотреться. Все уже запуталось здесь у меня в бусиках. Взяла вот такие белые бусы. Бус дома неимоверное множество. Очень люблю в новогоднем украшении бусы. Но чтобы добавить вот этот шарм, взяла именно белые. Вот какие красивые, такие перламутровые бусы. И вот здесь у меня еще не буду сейчас сильно доставать. Вот для такой изюминки добавила вот такие вот белые звездочки. Звездочки, кстати, очень бюджетные. Тоже это фикс прайс. В прошлом году приобретала несколько упаковок. Ну, что-то вот под руку мне сейчас попались только 4. И вот такая у меня красивая снежинка. Отломалась от нее вот одна часть. Поэтому решила ее выделить в этом году. Для улицы. Первое, с чего решила начать, это, конечно, Сюда запутаю сейчас свою гирлянду. Сейчас покажу вам, как она будет светиться. Вот это бюджетный вариант. Такую гирлянду 10 метров на рынке приобрела за 350 рублей. Так как она мне прямо понравилась, что она такая легенькая. Все, сейчас будем запутывать. Я сегодня без помощников. Поэтому буду вам показывать поэтапно готовый результат. Смотрите. Воткнула проверить, как она будет светиться. Сейчас мы на ней режимы поменяем. Вот она уже начинает светиться и синим, и зеленым. Можно сделать ее просто желтую с красными. Конечно, свет всегда играет свою роль. И создает нам настроение. Самое неблагодарное дело разматывать гирлянды. Пока разматывала, смотрю. А здесь у меня вообще новогодний кот в ногах. Весь был замотан и гирлянды. Это уже дернула, поправила. Ну что, размотала. Очень легкая, действительно, нитка. Очень легенькая. Все, сейчас мы ее набросим на наш кипарис красавец. И полюбуемся. Ну вот, смотрите. Нанесла. Конечно, хотелось замотать до самого низа. Может быть, чуть-чуть. Сейчас еще раздвину немножечко. Ну, 10 метров все равно не хватает, маловато. Но чтобы все равно дерево немножечко светилось. Все равно красиво. Смотрите, какая прелесть. Вот так сказочно. Очень люблю в саду желтые огни. Уже говорила много раз, что люблю желтые огни. Но вот все-таки в такой праздничности, как цветные, на новогоднем дереве, в саду, наверное, не придумаешь. Теперь мы решили повесить вот такие золотые игрушечки. Развесили уже золотые вот эти сосульки. Или как они называются. Часть в них матовая. Часть золота. Конечно, кот нам помогает. Так преображается наш кипарис аризонский. Ну и уже одну снежиночку повесили в центр. Друзья, ну вот так вот все красиво светится. Мы еще с доченькой в процессе. Еще будем вешать бусы. Уже частично развешаны игрушки. Показываю сейчас, как все, конечно, переливается. Настроение сразу вообще сказочное. Супер просто. Мы, конечно, довольны. Но покажу уже завтра, как это будет выглядеть, чтобы можно было рассмотреть игрушки. Чтобы дневную версию тоже можно было увидеть. Наряжайте, украшайте сады. Украшайте дома. Создавайте себе, своим близким и родным новогоднее такое праздничное, сказочное настроение. Теперь мы волшебники и сами творим свою вселенную, свою реальность. Вот такая красота получается. Ну вот весь декор развешан. Может быть, конечно, днем что-то подправить придется, так как доделывала в темноте. Ну, как красиво получилось. Вот эта веточка, которую я вам показывала, целый букет. Сегодня мне посчастливилось такую найти интересную. Я ее разрезала, и получилось очень много вот таких лохматых. Сейчас покажу вам вот таких вот красивых веточек, которые вот так втыкаю, и они дают такое волшебное вообще настроение. Очень красиво смотрятся в темноте. Очень интересно. Вот такой вот получился новогодний Кипарисик. Эту веточку сейчас поправим. Это как-то неравномерно он у меня смотрится, весь такой лохматенький. Ну, в этом и есть какая-то красота, какой-то шарм. Вот так вот к встрече Нового года. Мой южный сад готов. Снег нам обещают. Мне особенно, конечно, хочется. Верить в эти прогнозы не очень хочется. Но если это все припорошить снегом, то уже будет красиво. В ночи, конечно, свои краски. Кот со мной, как обычно. Даже заходить не хочется. Хочется любоваться дальше. Класс, когда мы наряжаем сад, когда мы украшаем то, что видим, допустим, не только мы. Мы создаем людям, которые могут тоже это созерцать, праздничное настроение. Делимся своей радостью. Наполняем все вокруг волшебством и сказкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Празднование Нового Года готово. Вот такая зона получилась. Мне настолько нравится кипарис аризонский. Настолько у него красиво. Смотрите, видите, украсила его в золотом доминирующем цвете. И вот его хвоя с такими бежевыми приростами так красиво смотрится. Опять-таки гармонирует с кустом зимнего пенисетума. Поэтому светится у меня. На него выбрала, кстати, разноцветную гирлянду. Он выделяется и создает такой прямо праздничный акцент. Так как везде у меня лампочки желтые. А на новогоднем дереве получились цветные. А вы украшаете, выбирайте себе новогоднее дерево в саду. Теплая погода, которая стояла. Вы видите, какую коварную шутку сделала с растениями. Вот начали распускаться почки у фатинии. И обещают мороз. Минус 9, минус 10. Это очень критично для нее будет. Для вот этих молодых приростов. Хотела ее не укрывать. В этом году придется все-таки замотать. Закрою, наверное, спонбондом. Чтобы просто точки роста не вымерзли. А вот в эту зону перед перголой засадила свой бересклет японский луна. Ветку не выстригла, которая дала зеленый цвет. Выстригу ее весной не хочу. И так была пересадка для этого растения. Он стрессанул. В зиму еще, если выстригу ветку, все-таки оставлю до весны. А весной зачеренкую. Мне кажется, здесь будет очень интересно смотреться. Такой яркий куст колоновидный. Красивого бересклета. Вот посмотрите, как красиво смотрятся в контейнерах очетки. Ярко-розового цвета стали стебельки. Настолько интересно. Это грибочком светает с контейнера. Элементарно вырастить такое растение, просто посыпав его, покрошив на землю. И через год-два у вас уже будет вот такая лужайка. Здесь березка, у меня трос-дворф растет. И вот она замульчирована очетком. Сейчас перед вами, наверное, самая экзотическая сосна в моем саду. Это пиния. Которая дала неплохой прирост. Вот он. Уже с такой хорошей длинной хвой. А молодые веточки вот такие. Видите, растет она зонтиком наверх. Она у меня уже одну зиму зимовала. Но она маленькая. Я ее накрывала в морозы ящичком пластиковым. И она зимовала под снегом. Как будет дальше происходить, я не знаю. Когда она подрастет. Надеюсь, что все у нас с ней будет хорошо. Вот в этом году, если будут тоже очень сильные морозы, я ее прикрою. Южная, конечно, сосна. Невероятно красивая во взрослом размере. Но это эксперимент. Здесь на берегу реки у меня еще растет сосна крымская. Огромный темп роста у этой сосны вот с этой почки. Смотрите, вот она. Вот это все. Перерост одного сезона. Это... Я даже не знаю. Надо ради любопытства замерить. Это очень много. Это сантиметров 70. Просто очень быстро растет. Такой размер она уже приобрела за три года. Очень быстро растущая сосна. Очень красивая, зеленая, пушистая. Даже есть на ней одна шишечка. Сейчас я вам ее покажу. Вот она у нас первая такая красавица-шишка. Посадила эту сосну, так как мне нужен был большой, красивый зонт. Очень люблю запах, когда пахнут сосны в жару. Прямо парит воздух так хвоей. Красавица. Пока не формировала, не убирала нижние ветви, буду потихонечку снимать и формировать ее на штамбе на высоком. А вот решилась все-таки на пересадку своей обгоревшей бедной елочке. Это овелстверк. Почки у нее все живые. Обгорела у нее чисто молодая хвоя. Вот стрессуют у меня эти елки. Я не знаю, может быть, это все-таки не мое растение. Что-то делаю не так. Но не выдерживают они солнце. Палящие комментарии у меня были, пока корневая не разовьется. Но будем надеяться. Решила, что здесь в притенении от соседской ивы, от моей небольшой вишенки, она сможет нормально укорениться. И будет очень красиво вырастить. Красивая ель. Когда все будет хорошо, она войдет в свои размеры. Ну, беру, скорее всего, либо ветки чернослива. Дам ей возможность войти в свой красивый размер. Невероятно красивые ягоды на кизильнике. Какие они яркие. Первый год плодоносит мой кизильник. Ягодок пока еще не так много. Надеюсь, на следующий год будет больше. Это будет такое ярко-ярко-красное, алое пятнышко. Невероятно красивого цвета ягодка. Даже самой не верится, что выпадет снег. Обещают нам снег. И весь мой сад будет в таком случае закрыт снегом. В прошлом году уже была у нас такая снежная-снежная зима. Мне немножко грустно. Даже несмотря на то, что это канун праздников. Все будет под снегом. И не будет видно красоты моего сада. А вот смотрите, какого яркого цвета стала жевучка зимой. Холодно. Ярко-ярко-фиолетовая. Очень красивая. Жевучка моя замерзла. Хочет на ручки уже. Ну, сейчас возьму жевучка. Вот какого размера у меня уже нарцисс в саду. Вот взошел, не знаю, почему так рано. Тоже, конечно, сдвиги эти в температурных режимах могут привести к необратимым последствиям. Все взойдет и, не дай бог, вымерзнет. Вот из этой же темы. Смотрите, ирис. Это луковичный ирис синего цвета. Не знаю сорт. Для букетов такие режут. Вот он настолько взошел. Просто кошмар. В прошлом году тоже он у меня взошел рано. И после морозной зимы вот все вот эти молодые побеги вымерзли. И он потом сходил заново. Вот такие аномалии южной зимы. По соснам. У меня еще растут три горных сосны. Вот они небольшие. Приросты у них маленькие. Вот хорошие почки заложили. Я думаю, что это, наверное, амугус или что-то вот такое из распространенных горных сосен. Убрала их тоже несколько лет назад в Еврофлоре. Это польские были саженцы. Были небольшие. Сорта не было. Вот вижу по приростам. Вот они, приросты. Малыши. Вот такие яркие, насыщенные. Вот я их не прищипываю, ничего. Они вот так хорошо загущаются. Дадут мне такие зеленые шарики. Очень красивые. Ярко-ярко-зеленые. Хвоя короткая. Наверное, сантиметра два с половиной. Ну вот как-то после сосны-карстен чувства мои к соснам обострились. Стало к ним присматриваться. Красивое растение. У нас здесь еще не сформированная зона, видите? Кирпичиком пока отгородила. Потом будем бордюры ставить. А сосны пока будут подрастать. Еще из хвойных, которые я вам не показала, у меня растут два тиса в саду. Вот этот тис, когда рос на солнышке, он был золотистый. Но я его пересадила в тень при тенении. И он стал зеленого цвета. Растет широким кустом. Сорт его я тоже потеряла и не искала пока. Если кто-то знает, пишите в комментариях. Купила его в садовом центре. Спрашивала, колоновидный. Купила я его года три назад. Не могу сказать, что это медленно растущий тис. Вот посмотрите. Прирост сезона. Очень хорошо перерастает. Очень красивый. Вот так получилось. Видимо, или пересорт мне достался. Но вырос он совсем не колоновидным. Поэтому и был пересажен в тень. Будет декорировать мне угол. Очень нравится, конечно, такая красивая, насыщенная хвоя. Смотрите, сколько он заложил почек. Все ему тут подходит. Все ему нравится. Красивый тис. Сейчас покажу вам второй. Вот мой малыш. Тис Давид. Который мне подарила летом подруга. Я его вперла, конечно, на полное солнце. Он у меня обгорел весь. Потому что еще корневая была не сформированная. Не укоренился. А жара такая ударила. Надо было или в горшки его передержать. Все-таки посадить осенью. Ну, в общем, я его пересадила. И он потихонечку начал восстанавливаться. Видите, зеленеет хвоя. Читала затисы, что если у них начинает меняться цвет хвои, то это не очень хорошо. Ну, вот видите, меня радует, что он внутри такой ярко-зеленый. Значит, все-таки я его успела спасти. Это колоновидный тис. Узко-колоновидный. Видите, как красиво столбиком нарастает. Когда он на солнечном месте, он такой ярко-желтый. Ну, вот у меня, видите, обгорели эти желтые кончики. Ну, я думаю, он хорошо восстановится. У него хорошие почки. Заложил на весну. Так что в нашем южном климате у меня и комментарии были. Когда приобретаем летом растения, лучше все-таки передержать их в контейнере, в тени. Пересадить, может быть, в горшочек побольше. И высадить осенью. Чтобы они так не стрессовали от нашего палящего солнца. Ну, тут тоже есть минус. Если вдруг уезжаете отдыхать, то можно, конечно, пересушить горшки. В почве им все-таки легче. Вот такой красавчик, тис давит. Сегодня еще довольно тепло и солнечно в саду. Вот сейчас присмотрелась. И даже аукуба начала раскрывать почки. Тоже это все, конечно, очень печально. Очень. Потому что мороз все равно ударит. И вот это вот, скорее всего, обмерзнет. Грустно. И будет потеряна точка роста. Вот такая вот печалька. Вот так гусеницы подпортили. Листик. Красивое растение. Солнечно. И даже не верится, что погода может так резко скакануть. Такая будет температурная качеля. Обещают сегодня-завтра до плюс восьми. А потом будет минус четыре, минус шесть, минус десять. Ну, посмотрим, сбудутся ли прогнозы. Обязательно вам покажу. Мой парничок. Видите, градусник показывает. Практически восемь градусов. Довольно тепло, конечно, те растения, которые будут у меня в парнике. Им этот перепад температуры никак не повредит. Такие уже шикарные бутоны на камелии. Крупные такие. Красота. Сюда же в парник занесу свою фатинию на штамбе. А вот так, кстати, подросла моя араукария чилийская. Кто смотрит канал, видите? Вот и продолжает расти. Молодой прирост у нее прямо, видимо, укоренилась она и стрельнула. Красавица. Будем наблюдать, как она будет себя раскрывать. Вот пока две веточки, но там еще в середине точка роста. То есть пойдет, скорее всего, третья. Красивое растение. Вот фатинии, кстати, которые в парнике тоже, видите, раскрывают почки. Но даже не так сильно, как та, которая в грунте. Вон мой лимончик, лимон Мейра. Вот так зимуем. Смотрите, какое серое небо. И солнце проскакивает. И тучи такие серые-серые. Посмотрим, что несут нам эти тучи. Подошла к своему красивому кипарису новогоднему. Спасибо всем за прогулку. До встречи в саду, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!